Дорогие друзья, приветствую вас на зоне. Сегодня я готовлю известное грузинское блюдо, которое называется чахахбили. Кстати, в Грузии достаточно много блюд на букву Ч. Проверьте это. Я готовлю чахахбили из курицы. У меня есть свой подход. Я с радостью сегодня с вами этим поделюсь. А вы, наверное, заметили, друзья, что продуктов-то нет. А все это потому, что я сегодня тестирую сервис доставки продуктов, который называется iGoods. Продукты у меня пока не распакованы. Вот они. Главный продукт – это курица. Я здесь еще бекон себе заказал, но это для завтрака. Кстати, вот вся охлажденка приходит в специальном термобоксе. Теперь здесь у меня соль и томатная паста. Это такая бакалейная группа. И вот теперь в отдельном пакете овощи. Смотрите-ка. Помидоры. Кинза моя любимая. Кинза моя любимая. Лук. Мне сегодня гуд лук. И чеснок. Вот, собственно, основные компоненты для изготовления чахахбили. Я очень рад, что я сегодня воспользовался доставкой iGoods. Во-первых, это здорово сэкономило мне время и деньги на бензин, потому что я живу в 10 километрах от ближайшего супермаркета. Заказать было легко. Зашел в приложение, выбрал магазин. Цены, как в магазине и все акции магазина распространяются и здесь тоже. Дальше выбираю продукты в корзину. Вот он мой заказ. Нажимаю «Оформить заказ». И, например, опции по замене товара. Позвонить мне, если товар закончился, повреждена упаковка или истекает срок годности. Если это нажму, тогда мне сборщик позвонит и обсудит со мной все детали. А еще можно оставить дополнительный комментарий. Например, помидоры покрупнее, молоко побелее и гречка потемнее. Вот так можно работать с этим приложением. А еще можно ввести промокод. Смотрите до конца, у вас будет именной от меня. Они доставляют в тот же день или в любое другое удобное для вас время бесконтактно. Еще один плюс. Все привозится идеально свежим. Я должен вам сказать, что моя кулинарная студия находится на территории одного из гипермаркетов. В отдельном помещении. Я часто бываю в торговом зале и вижу, как работают сборщики товаров iGOOS. Они очень тщательно подходят к заказам. Они снимают внешние листья с капусты. Они выбирают молочку из глубины полка, чтобы дата изготовления была посвежее. Понимаете? То есть они очень внимательные и тщательные ребята. Кстати, работают они не только в Москве и в Петербурге. Проверьте по ссылке в описании, есть ли они в вашем городе. И тогда вы получите специальный промокод от меня на первую доставку, которая будет для вас бесплатной. Так что спасибо iGOOS за хорошие продукты. А я начинаю готовить. У меня уже почищен лук и чеснок. Я сейчас буду нарезать. Пока поставлю сковородочку, пусть она нагреется. Начинаю с лука. Лука я буду сравнительно много положить в это блюдо. Тем временем я возьму бедра. Немножко уберу вот эту вот косточку. Фрагменты хребта. Но все это может использоваться для бульона. И каждое бедро я еще разрежу пополам. Для удобства приготовления и употребления. Вот у меня получаются хорошие кусочки курицы. Не мелкие, но и не крупные. Можно, кстати, кожу убирать. Я люблю с кожей. А вы уже можете с кожей поступать так, как вы привыкли. И теперь смотрите, я корочку прямо кладу на жарящийся лук. Вот так. Потом я уже все вместе перемешаю. И буду жарить все уже в таком миксованном виде. Процесс такого томления с луком. Уменьшаю нагрев. И перекладываю сюда вот эту вот кремовую курочку. Вот сюда на лук я сейчас брошу нарезанный помидор. Это выглядит вот так. Я возьму два помидора. Нарежу их как-то некрупно. И прогрею вместе с луком. Тот лук, который там видно, с чутка пристал в сковородку, он как раз отойдет. И помидорный вот этот вот сок растворит все прижарки вкусные, которые ни в коем случае терять нельзя. Сейчас перемешаю немножко. Понимаете, я люблю, чтобы у чеха сбили был хороший интенсивный цвет. Мне цвета помидоров мало. Поэтому, конечно, я немножко хитрю и добавляю чутка томатной пасты. Это известный прием. Вот так. Вот это вот так вот прогревается. Это можно делать недолго. Мне уже достаточно вот этого. Теперь я перекладываю вот эту массу красную сюда, на курицу кремовую. А сковородочку я, конечно, сейчас сполоснул горячей водой, потому что я не могу этого терять. И заодно как раз вылью все это к курице. Вот горячая вода из чайника. И добавляю вот эту жидкость вкусную к курицу. Вот, посмотрите. Вот это начинается у меня бульканье курицы. Видите, вровень как раз я закрыл курицу. И этой томатной жижей присаливаю. И, собственно, сейчас мне нужно добиться того, чтобы курица была полностью готова. Вот такое вот тушение курицы в томатной массе, ну, может занять, может быть, 25 минут, 30 минут. Курица, на самом деле, готовится быстро. У меня некрупные куски. Чтобы она была посочнее, не нужно так уж долго ее готовить. Так что я подожду сейчас 25 минут и продолжу. Ну вот, друзья, прошло 20 минут пока. Все тушилось под крышкой, конечно, я накрыл. Вот видите, булькает. Возьму небольшой жгучий перчик, сухенький. Вот такой жгучий перчик. Я сейчас его, смотрите, вот так немножко ножом раздавил. Вот, видите, зернышки. Ничего страшного, хорошо будет. Надо, чтобы была легкая остринка. В общем, та остринка, которую вы допускаете в своем питании. И теперь пойдет уже такая ароматная концовка, что ли. Посмотрите, много кинзы и чеснок, и много чеснока. И начну рубить чеснок, и начинаю подрубливать кинзу, и потом рублю уже все вместе. А угадайте, друзья, что у меня находится вот в этой рюмашечке. Что это у меня за порошочек такой находится. Я вообще в грузинскую еду добавляю, по сути, в любое блюдо этот порошочек. Это уцхосунели, да? Уцхосунели, которая и в Сациеве идет, да? Я полностью включаю плиту. Курица горяченая, но уже не кипит. Теперь я добавляю вот эту ароматную штукенцию. И я добавляю вот этот порошочек, смотрите, уцхосунели. И теперь, смотрите, я вмешиваю это в горячую жижу. И вот теперь у меня чахакбили еще 10 минут постоит для того, чтобы он настоялся. Никакого кипения больше не будет, потому что кипение убьет кинзу, убьет чеснок. И отчасти убьет уцхосунели. Поэтому кипения больше не будет. 10 минут терпения и можно есть. Ждем. Ну вот, наконец-то, мое многострадальное тело дождалось готовности чахакбили. Аромат, конечно, стоит убийственный. Я люблю, знаете, чтобы было много жижки. Жижки. Это, конечно, надо есть с гарниром. Я попробую сейчас. Я попробовать хочу прежде всего вот эту самую жижку. Как она? На соль. Ой, хорошо. Остринка не агрессивная. Но вы сами можете регулировать свою остринку. Сейчас я попробую еще курочку. Я чувствую уже, что курица сочная. Как будто они вместе родились. Соус и курица. Они, собственно, друзья мои вместе у меня и родились. Это был мой чахакбили. В комментариях спорьте со мной. Ругайте меня. Говорите, что это не настоящий чахакбили. Что я не умею готовить. Умейте готовить лучше меня. Я всегда буду этому только рад. Подписка, лайки. Пока.